Недавние события побудили меня к размышлениям об учении, посвященному миру и покою, и особенно о роли Иисуса Христа, помогающему каждому из вас обрести неослабевающий личный покой. За последние несколько месяцев меня глубоко тронули два события. Во-первых, я выступал на похоронах Эмили Паркер, шестилетней девочке, трагически погибшей, вместе с 25 другими людьми, включая 19 маленьких детей в результате стрельбы в Нью-Тауне, штат Коннектикут. Скорбая вместе с ее семьей, я осознал, что многие люди лишены мира и покоя. В ее родителях, Роберте и Алисе Паркер, я увидел силу и веру. Во-вторых, я встречался с тысячами верных членов цирки в городе Абиджан, Кот-де-Вуар. Эта франкоговорящая страна в Западной Африке столкнулась с экономическими трудностями, пережила военный переворот и две гражданские войны, закончившиеся в 2011 году. И все же я ощущал особый покой в их присутствии. В мире часто происходят события, которые лишают нас покоя и повышают нашу уязвимость. Кто может забыть жестокие нападения 11 сентября 2001 года в различных районах США? Подобные события напоминают нам о том, как быстро можно разрушить наше чувство покоя и безопасности. Наш старший сын и его жена жили в трех кварталах от Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, когда первый самолет врезался в Северную башню. Они поднялись на крышу своего дома и с ужасом наблюдали за происходящим, думая, что это катастрофа. Затем они увидели, как в Южную башню врезался второй самолет, и они тут же поняли, что это не просто катастрофа. Они поняли, что нижняя часть Манхэттена подверглась атаке. Когда Южная башня обрушилась, их дом окутало облако пыли, пришедшее с нижней части Манхэттена. Пораженные тем, что произошло, и опасаясь новых атак, они помчались в безопасную зону, а затем приехали в церковное здание Манхэттенского кола в Линкольн-центре. Прибыв туда, они обнаружили, что десятки других членов церкви из Нижнего Манхэттена приняли такое же решение — собраться в центре кола. Они позвонили нам, чтобы сообщить, где они находятся, и я испытал облегчение. Узнав, что они в безопасности, я не был удивлен их местонахождением. Современные откровения учат, что Коля и Сиона должны служить защитой и убежищем от бури и гнева, когда он неразбавленным и зальется на всю землю. Целую неделю они не могли вернуться в свой дом и были подавлены гибелью невинных людей, однако сами они почти не пострадали. Размышляя об этих событиях, я был поражен доктринальным различием между всеобщим или мирским понятием покоя и личным миром и покоем. При рождении Спасителя многочисленное воинство небесное славило Бога, провозглашая «Слава Вышних Богу!» и «На земле мир в человеках благоволения». Однако мы с прискорбием узнаем, что даже в тот важный с точки зрения вечности период, последовавший за рождением Сына Божьего, царь Ирод приказал совершить жестокое убийство невинных младенцев в Вифлееме. Свобода воли — абсолютно необходимая часть плана счастья. Она предполагает любовь, жертвование, личный рост и опыт, необходимый для нашего вечного совершенствования. Свобода воли допускает также боль и страдания, которые мы испытываем на земле, даже если они вызваны тем, чего мы не понимаем, или злым умыслом других людей. Сама война на небесах велась в защиту нашей свободы воли. Она играет важную роль в понимании земного служения Спасителя. Как сказано в 10 главе Евангелия от Матфея, Спаситель, наставляя 12 апостолов, признал, что его миссия состоит не в том, чтобы достичь всеобщего мира и покоя в земной жизни. «Апостолам он велел оставлять мир праведным домам, которые они будут посещать, но предупреждал, что они будут как овцы среди волков и ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшийся до конца спасется». Важное утверждение сделано в стихе 34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Совершенно ясно, что во время земного служения Христа на земле не было всеобщего мира, как нет его и сейчас. Господь в учении и заветах обучает нас многим важным принципам. В отношении тех, кто не покаялся, сказано, что его дух, то есть дух Христа, который дается каждому человеку, приходящему в мир, не всегда будет воздействовать на человека. Кроме того, мир будет удален с земли. Пророки повторяли вслед за Господом, что мир действительно будет удален с земли. Люцифер еще не был связан и имел силу в своем царстве. Праведные люди во всем мире всегда стремились и будут стремиться к миру во всем мире. Мы никогда не должны останавливаться в стремлении достичь этой цели. Тем не менее, президент Джозеф Ф. Смит учил, дух мира и любви не сможет установиться в мире, пока человечество не примет истину Божию и Божьи послания к ним и не признает его силу и власть, которые божественны. Мы искренне надеемся и молимся о всеобщем мире. Однако все мы, каждый человек, семьи, уже сейчас можем достичь этого мира, обещанной награды за праведность. Этот мир — обещанный дар, который мы получаем благодаря обещанным ударам Мессии Спасителя и его искупительной жертве. Этот принцип лаконично изложен в учении и заветах. Но знайте, что тот, кто вершит дела праведности, получит свою награду. Да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем. Президент Джон Тейлор учил, что мир — это не только наше желание, но дар Бога. Мир, о котором я говорю, — это не просто временное спокойствие. Это глубокое чувство неприходящего счастья и духовной удовлетворенности. Президент Хибер Грант так характеризует мир Спасителя. Его мир облегчит наше страдание, утешит наши сокрушенные сердца, укротит ненависть и пробудит в нас любовь к ближним, наполняющей наши души спокойствием и счастьем. Встречаясь с родителями Эмили Паркер, я видел, как мир Спасителя облегчает страдания и помогает утешить сокрушенные сердца. Примечательно, что сразу же после того случая массового убийства брат Паркер выразил желание простить преступника. Как сказал президент Грант, мир Спасителя может укоротить ненависть. Судить — это дело Господа. Святые в Кот-де-Вуаре во время Гражданской войны в своей стране находили мир, сосредоточив свою жизнь на Евангелии Иисуса Христа и особенно усердно занимались семейно-исторической и храмовой работой для своих предков. Мы все стремимся к миру и покою. Мир — это не только безопасность или отсутствие войны, насилие, конфликтов и споров. К нам приходит мир и покой, когда мы знаем, что Спаситель знает нас, знает, что мы верим в Него, любим Его и соблюдаем Его заповеди, даже и особенно во времена страшных жизненных испытаний и трагедий. Ответ Господа пророку Джозефу Смиту в тюрьме Либерти принес утешение его сердцу. «Сын мой, мир дободет душе Твоей. Твое несчастье и Твои невзгоды будут лишь кратковременные, и тогда, если ты устоишь надлежащим образом, Бог возвысит тебя до невысот». Помните, Бог не есть Бог-неустройство, но есть Бог мира. «Те, кто отвергают Бога, не обретут мира». Мы все участвовали в Совете на Небеса, где была предложена свобода воли, и знали, что из-за злоупотребления свободой воли на земле мы будем испытывать боль и даже страдания. Мы поняли, что это может вызывать у нас гнев, замешательство, чувство беззащитности и уязвимости, но мы также знали, что искупление Спасителя преодолеет и компенсирует всю несправедливость земной жизни и принесет нам мир и покой. Старейшина Мэриан Хэнкс вставил в рамку и повесил у себя на стене высказывание «Уга Бетти». «Верить в Бога значит знать, что все правила будут честными, и нас будут ждать чудесные сюрпризы». Каковы же источники мира и покоя? Многие ищут его мирским путем, которые никогда не увенчаются успехом. Мир и покой не обрести благодаря огромному богатству, власти или славе. Его нельзя найти в удовольствиях, развлечениях или праздной жизни. Ничто из перечисленного, даже и в изобилии, не может принести неприходящего счастья, мира и покоя. В любимом гимне Эммы Лутайн есть такой вопрос. «Где мне найти покоя и утешения? Жажду души моей чем утолить? Ответ один. Спаситель. Он – источник и Творец мира. Он – князь мира». Как же мы можем стать ближе к Спасителю? Когда мы смиряемся перед Богом, постоянно молимся, каемся в грехах, входим в воды крещения, сокрушенным сердцем и кающимся духом, и становимся истинными учениками Иисуса Христа, мы показываем совершенный пример праведности, наградой которой служат неприходящий мир и покой. После того, как царь Вениамин произнес свое вдохновенное послание об искуплении Христа, люди пали на землю. Дух Господний сошел на них, и они преисполнились радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира совести, благодаря тому, что у них была огромная вера в Иисуса Христа. Покаяние и праведная жизнь приводят к миру совести, необходимому для достижения удовлетворенности. Когда человек совершает серьезное согрешение, требуется покаяние, которое принесет мир и покой. Возможно, ничто не сравнимо с миром и покоем, которое обретает измученная грехом душа, возложившее свои бремена на Господа и взолкавшее благословение и искупление. Как сказано в другом любимом церковном гимне, «Доверю бремя Господу и гимн спою о нем». Мое сердце радуется, когда я вижу, что в наши дни десятки тысяч юношей, девушек и пожилых миссионеров принимают призвание быть посланниками нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они несут людям, каждому человеку и каждой семье, восстановленные Евангелия мира. Эта работа праведности приносит мир и покой детям Небесного Отца. Церковь служит убежищем, где последователи Христа обретают мир. Некоторые молодые люди в миру говорят о себе, что они духовны, но не религиозны. Чувство духовности — это хороший первый шаг. Однако только в церкви мы приобщаемся к церковной жизни, учимся и питаемся благим Словом Божьим. И самое важное в церкви — это власть священства, благодаря которой совершаются священные таинства и заключаются заветы, которые связывают семьи воедино и помогают каждому из нас вернуться к Богу Отцу Иисусу Христу в Целестиальное Царство. Эти таинства приносят мир, ибо благодаря им мы заключаем заветы с Господом. Многие из этих таинств совершаются в храмах, которые служат также источником покоя и убежищем от мира. Те, кто посещают храмы или участвуют в днях открытых дверей в храме, тоже ощущают этот мир и покой. Я не могу забыть одно событие — дни открытых дверей и посвящение храма на Фиджи. В той стране произошел политический переворот, в результате которого повстанцы жгли и грабили центр Сувы, оккупировали здания парламента, взяв заложники членов законодательного собрания. В стране было введено военное положение. Военные Фиджи дали церкви разрешение собрать ограниченное число людей на день открытых дверей и очень маленькую группу на посвящение храма. Членов церкви в целом не приглашали на это событие по соображению безопасности. Это было единственное посвящение храма со времен первоначального храма в Наву, проводившуюся в очень сложных условиях. Одной из тех, кого пригласили на день открытых дверей, была красивая женщина, уроженка Индии, член парламента. Однажды ее захватили заложники, но вскоре ее освободили, потому что она была женщиной. И в целестиальном зале, свободном от хаоса и окружающего мира, она буквально залилась слезами, ощутив переполнявшие чувства покоя. Она почувствовала Святого Духа, который утешил ее и принес свидетельство о священной природе храма. Спаситель — вот источник истинного мира и покоя. Даже несмотря на жизненные испытания, благодаря искуплению Спасителя и Его благодати, праведная жизнь будет вознаграждена личным покоем. В глубоко личной обстановке Тайной Вечери Спаситель обещал своим апостолам, что они будут благословлены Утешителем, Духом Святым. И потом он произнес эти важные слова. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». И позже, перед своей заступнической молитвой, он сказал, «Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». Я победил мир. Элиза снова прекрасно изложила эту идею в стихах. «Радости нашей нет конца. Господу слава в вышине. Беды пройдя, услышим глаз. Мир обретете вы во мне». И я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. – Субтитры сделал DimaTorzok – Продолжение следует...